Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня ровно месяц, как я высадила свои томаты в теплицу. Для тех, кто не знает, скажу, что весна в Сибири была очень затяжной и холодной. И поэтому высадили мы их только 26 мая. Если обычно высаживали 6 мая. Представляете, какая разница? И ровно за месяц томаты мои превратились в деревья. Это индотерминатные томаты, черри, спелая вишня. Всего у меня 9 сортов, по 4 штуки. Черная вишня черри, медовый спас, бычье сердце, далее черный трюфель японский, сибирская тройка, это детерминатные, оранжевая сливка, черный принц и петруша-огородник. Многие из вас задают вопросы, как часто нужно посынковать томаты. Я вам отвечу, что нормально посынковать индотерминатные томаты 1 раз в неделю. К тому свидетельствуют пеньки на стволе. 1, 2, 3, 4, 5. Это значит, я оторвала уже 5 нижних листочков. Снизу нижние листочки отрываются до первой кисти. Затем оставляется 1 листок для питания этой кисти и отрывается далее. Именно такое посынкование считается безболезненным для томатов. 1 раз в неделю по одному нижнему листочку. И так выше, выше и выше. Кроме того, изначально я оставляю 2 макушки. Затем, когда томат вырастает, эта макушка делится еще на 2. И в итоге получается 4. Каждую из них я подвязываю на отдельную веревку. Вот сюда, к крыше. В итоге томаты не ломаются, кисти держатся отлично. И постоянно, почти через день, я прохожу по рядам и выщипываю в междуусти вот такие макушечки. За полтора дня он вырос вот таких размеров. Его обязательно удаляем. Это лишние макушки, которые будут забирать на себя силу. И вместо плодов у вас получится ветвистая пальма. До новых встреч! Подписывайтесь на наш канал. Используйте только натуральные удобрения, которые дают пользу не только растениям, но и вашему организму. Продолжение следует...